здравствуйте приглашаю вас на программу покровские мы эта программа принципе и построение следующий я с внуком николай дмитриевичем покровским ведем эту программу я на русском языке связи с возрастом он на украинском языке языком тоже а у звязку звиком так как утер звиком не кажется что именно такое двоязычие в нашем городе это совершенно нормальное явление и попрошу колю представить нашего гостя сегодня у нас в гостях депутат одеської міськради и від політичной партии доверять делам дмитро маколаевич танцюра дмитро маколаевичу добрий день доброго дня перше питание в мене таке в нас у попередній программе був в гостях ігор маколаевич коваль для наших телегидачів я скажу що це ректор одеського національного університету ім. Немечникова політолог і це було видатний видатний це було якраз в той день коли презентували так звано партію мерів і я вам поставив питання чи є перспективи бачить він у такої політичній сили якісь перспективи і він сказав що партії які об'єднані навколо якихось ідей або професій він навів приклад як партія пенсіонерів він у них не бачить перспектив до проходження у Верховну Раду скажіть будь ласка як ви це прокоментуєте? Я б не сравнював нашу партію з партією пенсіонерів тому що наша все таки платформа це мэри городів і це те люди які знають реальні проблеми громад і знають яким спосібом розрішати проблеми громад і единственне не хватає лобби нормального лобби в Верховной Раді і вот сьогодні партия доверяй делам якраз об'єдналася для того щоб создати лобби в Верховной Раді який буде відстаивати непосередньо в нашому слухі інтереси жителі Одеси і Одеської області хто сам із мэрів вже є у партії? Ну, объявлені руководители, председателі партиї, це Геннадий Труханов Соп-председателі, да? Соп-председателі, абсолютно верно, якщо говорить правильним языком це два соп-председателя, Геннадий Кернос і Геннадий Труханов це два самих, наверное, популярних мэра в целом в Україні я, наверное, більше популярних не слышав ні разу це та оцінка... І більше противоречиво, должен вам сказати Противоречи возникают всегда, коли йдет работа і коли людина в себе устраивает, тоді нічого і не відбувається коли людина пытається підняти тот слой проблем який накопився за ці годи і многим, хто пытаються з цього жити, наживатися, не нравиться ну і делают його плохим, соответственно Сразу хочу вам сказати, що ця программа не предвіборна тому що відповість і відповість будуть откровенними не насящими предвіборний характер хоча в какой-то мере, конечно же, і це буде імати місце тому що Дмитрий Миколаївич ще не відбувнут, але вже як би рекомендован так можна сказати Але вже продвинут Продвинут, да Продвинут Я би так сказав Депутатів Верховного Совету від Київського району І вот следующий вопрос Насколько я знаю в числе кандидатів по мажоритетарным округам которые будут сами за себя бороться, да это не списочники, которые покупают зачастую, да места в парламенте без больших проблем, если есть деньги Вот среди этих кандидатов, ну, такие скажем, тяжеловесы как Сергей Васильевич Кивалов, как Дима Голубов как уже депутат с большим депутатским опытом Геннадий Чикита Вы единственный мажоритетарщик в городе который впервые идет на эту борьбу и впервые пытается попасть в парламент будем так говорить с нуля практически, да и пройдя путь от депутата Горсовета до депутата Верховного Совета Как Вы к этому относитесь? Как Вы на это решились? Я благодарен за высокое доверие мэру города который поддержал это решение и сказал, что я, наверное, единственный, кто сможет победить в Киевском районе потому что будут представлены многие другие силы Я депутатом Городского Совета являюсь четвертый созыв и все четыре созыва я избирался на одном и том же округе это является, наверное, тем лакмусом доверия жителей Киевского района и на нем и основаны решения такие потому что такая, например, социальная инициатива как дом, в котором мы живем она сегодня объединяет уже не только жителей моего микрорайона не только того вот района, где я избирался депутатом А в чем это состоит инициатива? Социальная инициатива дает возможность собрать вокруг себя всех небезразличных людей к образу жизни в Киевском районе это те люди, которые пытаются и, соответственно, делают свои придомовые территории лучше, комфортнее, безопаснее это те люди, которые выходят на субботники это те люди, которые не ждут какой-то подачки это люди, которые готовы совместно со мной разрешать эти проблемы так вот, последние два года социальная инициатива «Дом, в котором мы живем» смогла реализовать большое количество проблем мы в прошлом году отремонтировали более 65 домов именно благодаря тому, что мы создали, саккумулировали деньги депутатского фонда городского совета депутатов по Киевскому району депутатов от партии «Доверяй делам областного совета» в общей сложности мы собрали 13 миллионов 600 тысяч гривен благодаря этому мы не делали латочные вещи, а покрывали крыши целиком меняли окна с 9 по 16 этаж, меняли трубопроводы я повторюсь, это капитальные ремонты, которые дают возможность заменить и еще в ближайшие 15 лет об этом не думать люди видят это, люди понимают, что мы те, кто можем создать ту модель управления жилищным фондом которая даст возможность жить им комфортно и самое главное, безопасно потому что в прошлом году были такие дома, где можно было в межпанельных домах руку всунуть представьте себе бабуля, которой 80 лет, на протяжении 6 лет живет с таким ветром в своей квартире ведь это же ненормально, и люди, понимая, видя это, выражают свое доверие понятно, вы надеетесь на то, что благодаря этой работе вас и изберут? я надеюсь на поддержку жителей Киевского района я надеюсь на то, что жители Киевского района четко себя осознают и видят те вещи, которые делаются в Киевском районе в прошлом году мы сдали стадион 84-й школе, заново отстроенный мы в прошлом году капитально отремонтировали 84-ю школу в этом году идет строительство нового стадиона на базе 6-й гимназии и выбран этот район не зря, потому что в этом районе, в этом микрорайоне не было депутата городского совета его просто система, которая есть, она не позволила избрать там человека, который бы представлял интересы горожан и вы взяли это на себя? я взял это на себя, потому что я видел, что в данном микрорайоне это проблема и проблема вечернего досуга, скажем так, нет ни одного парка, нет ни одного сквера и люди пытаются организовывать эти свои вечера на территории школы а там нет ни одной детской площадки, нет ни спортивной площадки, нет возможности заниматься спортом вот мы эту проблему разрешили, сейчас мы заканчиваем основной стадион будет сдан 1 сентября к новому учебному году а первая стадия строительства это площадка для игры волейбол будет сдана уже 15 июля что до вашего выборчого округа у меня есть два запитания, если я не помню, это 133 так сейчас кто является депутатом в Верховной Раде от этого округа? это и есть проблема, которая не дает нам возможности вот в ту аккумуляцию средства, которую я сказал ранее, добавить еще 45 миллионов гривен депутатского фонда депутата Верховной Рады теперь представьте себе за последние хотя бы два года это 90 миллионов если мы 65 домов отремонтировали за 13 600, то представьте себе за 100 миллионов у нас бы по району уже просто был бы новый европейский район в городе Одессе на сегодняшний день депутатом по мажоритарному 133 округу является бывший губернатор Одессины господин Матвейчук, к сожалению большому для жителей киевского района он избрался и ни разу не провел ни одного депутатского приема, поэтому говорить о том что киевский район сирота в парламенте можно уже говорить несколько каденций потому что один депутат пришел, потом политические ситуации были вынуждены прекратить его работу, второй депутат пришел и уехал, а жители не должны от этого страдать. Кто это был, если не секрет? Игорь Марков. Понятно. И другое запитание, Ось Игорь Миколаевич уже сказав про те, какие еще мажоритарники в нас будут, але чи відомо вам с кем вы будете конкурировать? На данный момент в ЦВК не зарегистрировано ни одного кандидата, поэтому я думаю, что это будет нашим с вами разговором в следующей программе, когда она уже будет предвыборная, мы оплатим ее с фонда и будем говорить на эту тему. Я вам назову человека, который там давно работает, стремится быть депутатом и даже частично объявляет о своей победе. Но это как обычно, знаете, в футболе, когда выходят тренеры перед ответственным матчем, они говорят, что мы обязательно будем играть на победу, а потом уходят в глухую защиту два тайга. Ну, такая так. В этом случае главное не дать в штангу, как говорят футболисты. Да, да. Поэтому есть у вас соперник, который уже, так сказать, очень оптимистично смотрит на свое будущее в этом районе и давно действительно в нем работает, ну, будем так говорить, работает, может быть, даже в кавычках можем называть, потому что это работа временная, насколько я понимаю, это работа на пиар. Ну, это нормально, с одной стороны, потому что пиар тоже, если он оплачивается и люди получают за какие-то блага, это тоже неплохо. Но, как показывает опыт, что это все заканчивается с днем выборов, когда день выборов наступает через несколько дней, ну, примеры, которые вы привели прошлого, прошлых депутатов этого киевского района, говорят сами за себя. Вы сделали очень много в киевском районе, это не комплимент, это правда. Вы принимали участие в организации Одесского дома ребенка, насколько я понимаю, это очень благое дело, это действительно очень здорово, это блестящий совершенно проект, который осуществился и его долго ждали. Должен сказать, что и Геннадий Труханов, который являлся инициатором этого, появление этого дома, это... Это давняя история. Я на базе этой истории познакомился с Геннадием Леонидовичем. Это первый его депутатский созыв в 2005 году. Геннадий Леонидович дошел до выборов в городской совет, и был определенный конфликт с этой территорией, где находится дом малютки, которым управляет госпожа Карташова. И благодаря тому, что была проблема, скажем так, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы сдружились и отстояли часть территории дома малютки, и сегодня это прекрасное заведение, которое абсолютно недавно отпраздновало 75-летие. Мы присутствовали, сердце кровью обливается, когда ты это видишь. Да. Особенно когда... Тяжелое зрелище. Тебя знакомят с девочкой, которая там три месяца от роду, а ее позавчера нашли на Одесском кладбище в склепе. И как ни странно, девочка выжила благодаря собаке. Вот чтобы было понятно, да, сравнение в нашем обществе. Сегодня собака спасла маленького ребенка. Не люди особо. Да. Доверяя делам, вы являетесь членом партии со дня ее основания. Да. Скажите, пожалуйста, планируется ли какой-то союз другой политической силы в предвыборный период? Можете ли вы сказать, с кем в союзе вы бы могли участвовать в предвыборной гонке? Сегодня и прошло объединение. Партия «Доверяй делам» объединилась в партии «Ведроджиня» господина Кернеса. И это дало возможность объединиться в одну большую партию с одесским названием «Доверяй делам». Потому что никто даже и не оспаривал это название. Потому что и в городе Харькове, и в городе Одессе есть реально что показать. Есть возможность прозрачно отчитаться перед населением за проделанную работу. И самое главное, видны конкретные инфраструктурные объекты. Если говорить о Киевском районе, мы можем, повторюсь, хвастаться 27-й школой, мы можем похвастаться 84-й школой. Мы сегодня закончили свайное поле строительства дома творчести на базе 33-й школы, которая объединит в себе все коллективы Киевского района. Мы сегодня закончили работы по проектированию новой спортивной школы, которая будет построена на базе бывшего стадиона 55-й школы. Это лучшее заведение будет для занятия гимнастикой. Это определенные условия, это высота потолков, это определенные стандарты, которые уже сегодня заложены. Я уверен в том, что именно в Киевском районе будет лучшая школа в Украине. И это то, что работает. Сегодня мы можем с вами говорить о Центре интегрированных услуг так называемой Евромэрии, вокруг которой ходит много разных разговоров. НАБУ продолжает штормить нашего мэра. Но ведь тогда, когда это все начиналось, этот департамент мог обслужить 3000 человек в месяц. Сегодня он обслуживает более 25000 человек. Это показательные вещи. Это конкретные дела, которые... Абсолютно. Это конкретные дела. Я услугу всю получил, всю услугу и весь прохождение всех документов, ну так, чтобы не соврать, за полтора часа. За полтора часа в старое доброе время, извините, доброе тоже в кавычках, я должен был ходить, наверное, недели две. И купить два ящика шоколада и раздавать их по ходу. Да, два ящика шоколада, унижение и стоять в очередях. Это правда. Мне тут же дали какую-то сотрудницу, которая это сделала. Это правда. А прошу прощения, уточните, вам дали сотрудницу или вы пришли, обратились за... Нет, я обратился к администратору, она сказала мне, какому столу. Я просто уточняю, вы все-таки известная личность, да, и вы могли прийти, вам по блату могли это сделать. Более того, если честно, так даже не я пришел, а моя жена, а я подошел позже к этому прекрасно. Так что, скажите, пожалуйста, вы проводите сейчас такое мероприятие, каждый день практически у нас проходит. Это предвыборная гонка? А мероприятие во дворах вы имеете в виду? Нет, это в районе, это и вот вело... Это работа, это постоянная работа. Четыре дня будет. Это инициатива, Игорь Николаевич, молодежи. Ведь самое главное вовлечь в свою работу будущее поколение. Вот и ваш внук прекрасно знает наше сотрудничество с молодежным советом. Я это знаю не понаслышке, потому что мой сын входит в молодежный совет. Мои помощники интересуются этим. А в принципе, этот институт и дает возможность растить новых помощников, растить новое поколение, которое будет небезразлично к тому, что происходит в городе. И сегодняшняя неделя велокультура, которую вот вы сейчас вспомнили, это инициатива молодежного парламента, парламента старшеклассников Киевского района. Вот они для себя решили, что они должны популяризировать эту тему. Благодаря этому в одной из школ Киевского района, в школе Надия, появляется новая велопарковка. Благодаря таким инициативам мы можем поправить то, что где-то может было сделано неправильно с велодорожками. Это подстегивает нас в сроки сдать те объекты, которые, например, трасса здоровья. Сегодня строится мост, который объединит трассу здоровья Киевского района с трассой здоровья Приморского района. И теперь это действительно будет трасса протяженностью более 15 километров, где можно и разогнаться на велосипеде и никого не повредить, что является безопасностью для всех жителей, гуляющих там. И самое главное, это те вещи, которые дают возможность понять молодежи, что здоровый образ жизни это очень правильный выбор. И вот благодаря таким инициативам это все поддерживается. Дмитрий Миколаевич, ось мы говорим про ваши досягнення, про досягнення и политической партии, и ваши особиства на округе. А скажите, будь ласка, чи есть проекты, которые вы хотели реализовать, но, мабуть, там финансов не было, но что-то такое. Самая большая проблема Киевского района это нехватка мест в школах и в детских садах. И эта проблема связана не с тем, что никто не хочет строить, а с тем, что не урегулированы отношения прилегающих территорий к городу Одессе. У нас сегодня вокруг Киевского района есть две большие площадки, где продолжают строиться и вводиться в эксплуатацию высотные дома, а многие из них уже там выше 25 этажей. И все эти жители пытаются своих детей отправить в детские сады и школы непосредственно города Одессы, как территориально-административные единицы. Это как проект житловой массив Радужный. Абсолютно верно. Житловой массив Радужный несет с собой проблему не только школ и детских садов, а еще проблемы внутриквартальных проездов. У нас сейчас идет очень тяжелая такая дискуссия жителей домов по маршала Жукова 23-25, там вот ряда домов. В этом году капитально отремонтировали межквартальные проезды и после этого сразу это превратилось в трассу добирания жильцов массива Радужный. И дети не могут выйти свободно погулять во дворах, потому что это все время транспорт и жители поднимают вопросы, начинают самостоятельно ставить блоки для того, чтобы не было этого сквозного движения. Так вот эти вещи все должны быть урегулированы на уровне Верховной Рады в том числе и на уровне контроля государства над этими вещами, потому что изначально закон подразумевает собой строительство сначала школ и детского сада, а потом возле них домов. А сегодня бизнес идет к сожалению вопреки комфорту наших горожан, строятся сначала дома, продаются квартиры, деньги уходят и никто ничего не строит. Поэтому проблема основная сегодня, я ее знаю, я понимаю, как ее разрешать и знаю, что для этого надо. Но для этого надо законодательный уровень, для этого нужны инструментарии, которые можно только с киевских кабинетов побороть. Ну и самое главное, лобби в парламенте дает возможность привлечения дешевых денег в город Одессу, потому что такие программы, как строительство школ, строительство новой ливневой канализации в Киевском районе, устройство, скажем так, освоение денег, программы энергосбережения, которая вот на протяжении двух лет, я просто точно знаю, этим занимался, и моего депутатства городского не хватило для того, чтобы пробить эту стену. Выделялось по 25 миллиардов гривен государственной программы по энергосбережению. Для того, чтобы было понятно, что такое энергосбережение, это утепление стен, это замена дверей входных, это замена окон, которые держат тепло. Соответственно эти программы все делались при поднятии тарифов, и оно подразумевало собой, что часть энергии, часть тепла будут сохраняться, соответственно потребление гикокалорий будет гораздо меньше. Но этого никто не сделал, а страдают от этого только наши жители. Поэтому нужно, зная все эти проблемы, пытаться их теперь закрывать сверху, дать возможность одесситам почувствовать, что они не сироты, дать возможность одесситам почувствовать, что ними занимаются, что их любят, и самое главное ценят. Дмитрий Николаевич, ходят, я не специалист в области земельных отношений, вы состоите в земельной комиссии, насколько я пойму. Скажите, пожалуйста, каким образом у нас строится зачастую в экологически, я буду так сказать, я буду говорить так, экологически ценных зонах строения, жилые дома, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем-то, больше, конечно, жилые дома. Срешение Киева, а Одесса, к выделению этих участков, не имеет никакого отношения. Это правда? Это вот та из проблем, которую я вам только что озвучивал. Все рычаги управления или инструментарии по строительству переданы в государственные руки. И от города, как от коммунальной установы, или как от местной власти, органы местного самоуправления, мало что зависят, потому что разрешение ГАЗКО на строительство все эти застройщики берут в городе Киеве. И существует же тогда болтовня, простите, по поводу централизации, которая дает права местным органам. Децентрализация. Децентрализация, да. Децентрализация подразумевала собой передачу часть полномочий и части функций от государства в город. Но многое из них до конца не решено. Именно поэтому, зная... Наш с вами разговор начался с проблем, которые существуют, и какая партия может победить. Так вот, я уверен в том, что и горожане Одессы, и горожане города Харькова четко понимают, что местная власть знает эти проблемы, но не может с ними справиться. Именно поэтому и было решение об объединении, и именно такое большое объединение может побороть эти проблемы. Может создать тот инструментарий, который защитит нас, Одесситов. Что до объединений, щойно, вот прям щойно, з'явилась информация в ЗМИ про то, что партия «Доверяй делам» может в Верховной Раде объединяться разом с оппозиционным блоком. Сколько мне известно, оппозиционный блок вчера провел свой съезд и уже выдвинул кандидатов. Может быть еще какой-то оппоблок появился, но может я не знаю. Их богато. К сожалению, да. Их два. Это же та же проблема, которая существует. Видите, мы объединяемся во благо, а оппоблок все время разъединяется для того, чтобы захватить. Ну, тоже стоит задуматься. Ну что ж, большое спасибо. Последний вопрос, конечно, местного такого значения. Ваше отношение к горсаду, вокруг которого идут сейчас такие, я бы не сказал бои уже, они уже утихают, потому что, в общем-то, уже состоялось его открытие и достаточно приличная площадка получилась на месте мусорника, но при этом, при всем, ваше отношение к этой так называемой проблеме сегодня уже так много. После вашей фразы о том, что открытие состоялось и площадка получилась хорошая, я даже не знаю, что больше добавить. Ну, я имел в виду, что там планировался какой-то торговый центр. Спор же был связан с тем, быть там строительству большого торгового центра или не быть. Я не видел ни одного документа, который поступил в городской совет, или там на рассмотрение земельной комиссии, или на рассмотрение других депутатских комиссий строительством там торгового центра. Больше того, я вам скажу, я точно знаю мнение нашего мэра. Мы неоднократно обсуждали, кто бы там позволил это делать. Поэтому на сегодняшний день есть четко понятная ситуация, что это общественная территория абсолютно без всяких заборов, где люди могут прийти отдохнуть своими семьями. И самое главное, это та территория, которая дает возможность популяризации Одессы. Ведь мы все время там задумываемся над количеством туристов в Одессе. И вот чем больше таких мест появится в Одессе, чем больше таких мест, где можно принять туриста, накормить, напоить, а еще и вечером показать концерт. Одесса известна своими командами КВН. Сегодня это уже Лига смеха, да? Она становится все популярнее и популярнее по ряду причин. Даже в политическом смысле. По ряду причин. Но это та территория, которая интересна, повторяюсь, не только горожанам и туристам. Это та зона, которая будет привлекать деньги в Одессу. Что надо еще Одесситам, не знаю. Есть вопрос? У меня есть последнее вопрос. Про великую политику. Вы сказали, что вы уже давно в политике, были несколько раз в Одессе. Как вы, политики, с великим досвидом относитесь до того, что у нас главную посаду в стране обнимает человеку, которая вообще не имеет политического досвиду. Я имею на увазе президента. Наверное, это была бы не программа «Мы Покровские», потому что я один у вас двое, и вы пытаетесь спровоцировать меня. Но на самом деле я к этому отношусь очень хорошо. И связано это с тем, что мы с вами находимся на правильном пути, эволюционном пути. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, за 26 лет у которой шестой президент. И это говорит о том, что Майданы дают возможность не засиживаться людям, которые не любят свой народ. И думаю, что с каждым разом это все по-другому выглядит. Ведь мы уже дошли до того, что несмотря на вновь избранного президента, у которого нет политического досвида, как вы говорите, то народ уже пришел к тому, что он готов на все. На то, чтобы перезапустили эту систему. Хотел бы акцентировать внимание, что сегодняшний премьер-министр ему 40 лет, президенту 40 лет, и мне 40 лет. Я, наверное, как раз отношусь к тому поколению украинцев, которые уже в моем случае я имею политический досвид, как вы говорите, а господин президент имеет популярность. И вот такие люди смогут организовать работу страны в правильном направлении. Ну и самое главное, направление, которое выбрала страна, которое выбрал народ, уже невозможно изменить. Не президентом Януковичем, не президентом Порошенко, и не президентом Зеленским. Я люблю свой народ, я люблю свою страну именно за тот выбор, который она делает. Есть фраза, которая звучит, что ничто не определяет человека, как его выбор. Вот страна сделала свой выбор еще в пятом году. И страна стала на путь Европы, и страна стала на путь развития через эволюционный путь. Не через войны, не через там диктатуру, как во многих других странах. Поэтому мое отношение к процессам, которые произошли, абсолютно положительное, и я очень этому рад. Спасибо большое. Спасибо большое. Обращаюсь к телезрителям. Хочу сказать, что вот эта последняя фраза нашего гостя, не только о любви к своей стране, но и о возрасте, говорит о многом. Действительно, потому что, ну, избрав Зеленского, это большой успех для нашей страны. Мне так кажется, потому что мы могли себе это позволить. Вот могли это позволить. Вот ни одна страна постсоветского пространства не может себе это позволить. Там сидят старые люди, коммунисты, большевики, комсомольцы в прошлом. Ну, это ничего страшного в этом нет, если бы это не была такая уже публика на 90 процентов коррумпированная до мозга костей. И, кроме всего прочего, когда уходит президент, например, в Казахстане, да, то его именем называют столицу. Ну, в общем-то, для нормальной страны. Не после его смерти, а при жизни. Да, при жизни. Это вот маразматические такие явления. А мы себе могли это позволить. Поэтому хочется вам пожелать успеха, искренне совершенно успеха, не только в выборах, но и в жизни, в служении Одессы. Одессе. Действительно, вы человек, с которым можно связывать надежды на гораздо лучшее будущее и города, и страны. Спасибо огромное. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам, Покровский. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok